здравствуйте сегодня мы будем промывать форсунки на автомобиле так и вот что нам понадобится вот шланг топливный насос обычный два золотника бескамерных колпачка два хомута бутылка полторашка обычно ну и дрель так с помощью дрели мы будем сверлить вот здесь вот дырочку ну и в пробке самой и так продолжаем вот что у нас получилось вот такие вот отверстия я решил что не буду большие ну потому что у меня сверла такого нету во первых сделаем мы сделаем проще отверстие маленькое получилось но вот камера не фокусируется ну вот в общем вот эту часть же тоже резиновая и через нее тоже мне кажется не должно пропускать сколько сможем столько выйти вот вытянулся так вот этот у нас будет колпачок но он золотником а вот который мы вниз в бутылку кинем вот так вот так мы не попадем так просто ты его проденем проволоку бутылку сейчас покажу так мы просто оденем так сейчас покажу может у нас получилось вот торчит сейчас мыло итак друзья вот что у меня получилось вот к нижнему колпачку я дел шланг вот он висит так но верхнюю крышку мне пришлось переделать потому что вот отсюда вот вот отсюда шипело то есть когда мы будем жидкость сюда выльем в эту бутылку ну и будем накачивать давление компрессором то есть лучше петь и придется постоянно подкачивать а так раз накачаешь и может сейчас будет работать но два раза подкачаешь давление все так на все сейчас пойдем к автомобилю и будем это все устанавливать и так вот мы уже на машине давайте подробнее посмотрим как все делается так на бутылку мы подвязываем вот капоту шланг идет и вот рассоединяем под капотом магистраль топливную вот этот шланг вот он не подсоединил фильтр он на быстросъемном разъеме поэтому я купил фильтр чтобы вставить этот разъем сюда и это легко а фильтр уже прикрутил шланг так дальше это там пошло в бак а это идет непосредственно к рампе питание бензина пошло пошло и там так в баке мы отсоединили бензонасос обязательно я снял сиденье до отсоединил кто-то может предохранители вытаскивать мне легче отсоединить залезть 3 секунды так у меня топливная рампа без обратки если с обраткой нужно обратку еще прикрывать там думаю легко догадаться что-нибудь пол засунули затянуть также в шланг так подвесил также насос мы будем одевать его на бутылку вот сюда качать воздух так так как у меня не работает монотор насосе я вот с рампы есть выход с ниппелем ниппель я выкрутил и подсоединил вот такой прибор смотрите даже воздушный с урала датчик воздуха на урале такие стоят вот написано даже песок башни болото и когда насоса накачаем около четырех там три с половиной давления все я буду значит какое мне давление здесь так следующим этапом будем жидкость заливание потом накачаем давление посмотрим нигде ли не бежит и все будем заводить жидкость кстати хочу показать это такая вот жидкость лавр промывка мель 101 не знаю прошу россия как-то раз промывал уже не знаю года два назад я использовал блин забыл на м как-то один спинс на на в как-то мне не очень понравился ну хотя ощутимо помогло лучше заводить стало но он не такой активный попробуем лавр так ну давайте сейчас я залью не удобно и потом будем заводить и так вот мы залили жидкость ну один литр в этой бутылке вот где-то вот так так все проверил на два раза потому что все-таки жидкость горючая так давайте будем пробовать накачивать так я думаю три достаточно смотрим на предмет подтеков я не вижу как бы нигде не бежит не шипит давление держит 3 так давайте будем пробовать заводить на улице тепло наступило лето так завелась легко поставлю печку работает немножко не стабильно может воздух форсунка давление чуть-чуть упал так и так она будет работать пока эта вся жидкость не уйдет но это я вам скажу примерно час даже больше в прошлый раз я делал я залил грамм 700 и она у меня работала где-то час двадцать на холостых она есть очень-очень мало так все сухо я наверно буду ходить домой проверять из дома потому что опасно все равно так давление падает 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 она скорее всего почему я вообще начал промывать потому что она у меня плохо заводится когда долго стоит если я качаю насосом раза два то она лучше заводится хотя вот этот манометр я подсоединял и то есть нормальное давление насос создает заводится на плохо я думаю что у меня льет форсунка покажу средний расход 7 и 9 кто это я ехал с города а вот если я езжу на работу мне показывает 8 и 2 8 и 4 средний она никогда столько не ела зимой она мне обычно больше 7 и 4 не показывает все я думаю что у меня это форсунка заклинило или переливает очень сильно так ну ладно посмотрим потом результат итак у нас уже машина потрахтела минут 20 сколько жидкости осталось много съела так но здесь написано вот в инструкции что нужно вообще не хочет фокусироваться нужно в общем дать машине на холостом поработать потом на оборотах немножко я так и сделал и дать постоять минут 10-15 чтобы форсунки разъела так мы будем ждать делать постоянно подкачиваем топливо насосом почему-то быстро падает я думаю может быть мой компрессор пропускает нет не отсоединяю если отсоединять может и не будет так быстро так мы будем ждать так смотрите мы уже почти закончили нашу жидкость вот видите у меня вот сосок он получается выше жидкости стал то есть все с бутылки уже жидкость не берется осталось грамм сколько грамм 60 70 меньше грамм 60 так то есть сейчас жидкость дорабатывается который в этом тракте осталось давление кажется движок мягче стал работать потому что кажется не знаю потом проверю как в город поеду сейчас ты никуда в город 25 километров туда и обратно там уже будет видно и по расходу мгновенному да и по динамике так смысла нет сейчас ехать там 200 метров проехать ничего все равно не не поймешь так ну скоро мы уже закончим так время без десяти час то есть у меня еще жидкость осталось вот я вам сказал грамм 60 где-то начал это делать без 15 вот сейчас машина проработала вот наглохнет все все пропуски начали чек загорел все заглох все жидкость получилась так мы завели вот работает достаточно легко завелась просто раз обороты держит все так на потом будет видно как что и зачем мы это делали вообще есть ли смысл либо снимать самому вести на стенд потому что например на приоре уже года два назад наверно ездил автосервис не сказали сумму со снятием две с половиной тысячи кстати этот лавр стоит 500 рублей без поля тысячи вы представляете форсунки помыть потому что там коллектор надо вкусно снимать все снимать как бы на такой способ тоже хорошо моет и он моет не только форсунки клапана от нагара да и porsche не может быть дешевый способ в общем промыть форсунки самому у себя дома 200 рублей топливный фильтр там кусок шланги 100 рублей хомуты и жидкость в общем рублей 850 вы уложитесь как бы если вам также промоют на станции я думаю это не дешевле полутора тысяч рублей будет стоить не знаю честно говоря по станциям я вообще не езжу можно все самому сделать всем спасибо до свидания